Всем доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. И этот день вместе с вами начинаю я, Антон Скаль, сразу к выпуску. 39 школьных классов и 36 групп в детских садах Алтайского края закрыты на карантин из-за ОРВИ. В регионе подъем заболеваемости вирусными инфекциями, эпидпорог превышен почти на 6%. За прошедшую неделю выявлено свыше 16 тысяч случаев вирусных инфекций. Случаев гриппа пока не зарегистрировано. К медикам обращаются в основном взрослые пациенты, но заболеваемость растет и в детских коллективах. При этом полностью закрытых на карантин детских садов и школ в крае нет. Но отдельные классы и группы приостановили образовательный процесс в 18 школах и 27 детских садах. По прогнозам медиков, подъем заболеваемости вирусными инфекциями в регионе продлится не менее 6 недель. Бурновольские предприниматели не могут поделить здание, которое находится в долевой собственности. В ход пошли радикальные меры. Засорение при домовой территории и общего тамбура. Все для того, чтобы скомпрометировать в глазах клиентов. Тему продолжит Софья Житина. Как насчет банкета на свалке строительного мусора? А пойти в спа-салон и оказаться под горой снега? Но именно в таких условиях приходится работать барнаульской предпринимательнице Лилии Бекер. Она рассказывает, здание находится в долевой собственности. И такими способами один из владельцев пытается прекратить соседство с ней. Вот вы представьте, что здесь гости заходят, здесь центральный вход, и здесь постоянно воняет краской и устраивается вот такой мусор. Мы каждый день моем несколько раз и преднамеренно все затаптывают, закидывают мусором периодически. Конфликт начался еще пять лет назад, но в январе этого года перешел в наиболее острую фазу. Лилия рассказывает, началась настоящая война. Даже когда скидывают снег с крыши, ограждения не устанавливают. Когда мы включаем громкую музыку, они нам могут отключить вообще весь свет полностью первого этажа. То есть с полицией заходим, включаем свет себе в здании. В устном характере они еще грозятся нам отключением воды и канализацией вообще на все здание, потому что оно идет по потолку их цокольного этажа. На просьбу Лилии решить вопросы мирным путем ответ простой. Если что-то не устраивает, пишите заявление в полицию. К слову, их за последнюю неделю Бекер написала четыре. Результата, по ее словам, пока нет. От разговора с телеканалом собственник отказался, а вот с Лилией пообщался его представитель. Инга Алексеевна, скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Скажите, сколько вот, ну, еще будет у нас данные неудобства по мусору? Будут ли еще такие инциденты, как мусор в коридоре, специально покрашенные деревяшечки, открыто краска оставленная в общем тамбуре? Вы знаете, что у нас ремонт. И что ремонт у вас в подвале? Все вопросы через участкового и через соответствующие органы. Эксперты объясняют, подобные споры случаются часто. Оптимальный вариант решения проблемы – мирные переговоры. Если это не поможет, то следует обратиться в суд. Но сначала придется факт ущерба задокументировать. Помочь может нотариальная экспертиза. Например, отключили свет. Собрать доказательства, первичную документацию о том, что произошла порча продуктов питания, например, в морозильных камерах, в холодильных камерах. Были расторгнуты контракты или договоры с потенциальными клиентами. Юрист уверен, взыскать убытки в такой ситуации в судебном порядке вполне реально. И зачастую именно понимание этого факта заставляет собственников решать вопросы мирно. Софья Житина, Сергей Балуев, Алексей Михайлов. Новости. Каллиграфию по методикам Средневековья обучат туристов в Бийске. Образовательный проект начал работу в Православной школе Наукограда. Стать участниками может любой желающий. Запланированы конкурсы исследовательских работ, экскурсии, выставки, 10 практических мастер-классов по каллиграфии. Участники проекта посетят музей каллиграфии, где собраны предметы мастеров России, Китая и Японии. И за настоящими каллиграфическими партами попробуют свои силы в искусстве письма. На реализацию проекта православная гимназия Бийска получила президентский грант полмиллиона рублей. С искусством каллиграфии смогут познакомиться больше тысячи человек. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего продуктивного дня и отличных новостей. Будьте здоровы и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова